С помощью одноточечной перспективы мы создаем, как правило, интерьер, комната или даже можно делать пути, железнодорожные или дороги. Смотрите, я перехожу в этот режим одноточечной перспективы, редактирую, конечно же, саму сетку с помощью Shift-P, с помощью инструмента Perspective Grid. И попробую показать сейчас, как дорогу просто. Здесь две плоскости, левая и горизонтальная. Я могу нарисовать, допустим, на горизонтальной плоскости двоечка, какую-то дорогу, пожалуйста, асфальтированную, серый цвет, даже можно пешеходный переход делать белым цветом. Все работает с привязкой к сетке. И работаем, не забываем, инструментом Perspective Selection. Ctrl-D, Ctrl-D и так далее. То есть все это возможно. Сейчас нажму единичку, чтобы активировать левую поверхность. И, допустим, нарисую какие-то рекламные щиты. Хотя, сделаю так. Нажму 4, без привязки, нарисую так называемый рекламный щит. Обычной черной стрелкой все перемещу. Пусть будет более такой цвет. Наберу даже текст. Наберу реклама, допустим. И уже потом перетащу на сетку. Перетащу все это на сетку, даже без группирования. Просто беру Shift-V, выделяю все элементы, нажимаю единичку, чтобы активировать левую поверхность. И перетаскиваю этот рекламный щит вот сюда. Можно масштабировать, как вам хочется. Можно что-нибудь из символов сюда перетащить. Допустим, что у нас есть какие-то холмики, какие-то кустики. Пожалуйста, пока вытащу просто. И смотрите, Shift-V, единичка, чтобы с привязкой к левой поверхности все переместить. И, внимание, я хочу такой вот кустик поставить справа тоже. Чтобы кустик поставить справа, это перемещение с копированием, но не вглубь, а параллельно. Чтобы параллельно перемещался объект, мы, кроме клавиши Alt, держим клавишу 5 тоже. Alt и 5. Здесь я могу просто с помощью Alt что-то там трансформировать. Но если хочется параллельно перемещать, Alt для дублирования и 5 для параллельного перемещения. То есть вот такие функции, имейте в виду, все довольно интересно работает. Shift-P может редактировать, может трансформировать любую фигуру. Вот так вот. Также можно нарисовать элементы интерьера. Но здесь сразу предупрежу, к сожалению, то, что мы создаем и закрашиваем узором, сам узор, паттерн, не подчиняется перспективе. Какой бы потрясающий узор мы не выбрали, мы, когда перемещаем узор, хотим, допустим, делать какие-то обои, и, увы, объект подчиняется перспективе, а узор нет. И здесь нет той волшебной галочки, которая позволит узор тоже подчинить перспективе. К сожалению, здесь нам остается одно. Нарисовать группу объектов, а не узор. И уже работать, уже перемещать именно группу. Ну, допустим, что-то я сейчас придумаю. Допустим, какие-то хочется нарисовать. Ну, пусть будут кружочки какие-то. Любые заливки, любые обводки. Руками все сделаю. Ctrl-D повторит. Вот так вот. Какие-то обои будут сейчас безумные. Вот так такой цвет и так далее. То есть здесь и обои, и пол я уже сделаю не из узора, а из группы. Даже можно всю эту красоту обрезать. Обрезка не маска обрезки. Ни в коем случае она нас не устраивает. Обрезка через Pathfinder. Прямоугольник является контейнером. И на панели Pathfinder – crop. И вот уже эту фигуру, эта группа, вы можете с помощью Shift-V отправить на левую поверхность. Вот это уже подчиняется, это уже служится. К сожалению, узор тоже не подчиняется. Придумывайте, создавайте паркетный пол или какие хотите. Все это работает именно с группой. И надо делать обычную обрезку через Pathfinder. Можно тоже пофантазировать, много всего интересного придумывать. Трехточечную перспективу мы делаем, как правило, либо для упаковки сока или каких-то других упаковок, либо, если хотим построить какое-то здание, на которое мы смотрим сверху, допустим, из противоположного здания, с верхнего этажа, потому что здесь видна крыша, а здесь видна уже крыша. Вот так вот. На мой взгляд, немножко трехточечная перспектива неестественно сужает нижнюю часть, поэтому я очень часто отдаю очень большую высоту вот этой точке, третья точка схода отдаляется очень сильно, чтобы более или менее более естественный режим перспективы задать. И, пожалуйста, уже все то же самое с такой же привязкой. Есть образец работы. Можете тоже посидеть, пофантазировать, смотреть какие-то вариации. Вот так вот. Все сделано из группы. Стены, крышу, дверь, окна. Все абсолютно. Скамейку сейчас покажу. Это обычная кривая без заливки. Конечно, заливка все испортит. С любой обводкой. И пунктирная линия. Еще раз. Обводка коричневая без заливки. И выбираю пунктир. Ну, пусть будет так. Хотя далековато. Расстояние очень большое. Пусть будет так. И этой пунктирной линии я задала экструзию. Все очень и очень просто. Пожалуйста, любую глубину, любой размер экструзии. И ножки также можно делать через 3D. Окей. Но еще раз напоминаю, я 3D объекты не привязываю к перспективной сетке. Они сильно искажаются. Вы можете это увидеть сейчас. Shift-V. И, допустим, хочу привязывать к правой поверхности. 3. Троечку нажимаю. Вот как-то так даже что-то произошло со скамейкой. К сожалению, здесь привязка ужасно работает. То есть мы ставим 3D объекты без привязки к сетке. Просто можно взять обычную черную стрелку, поместить в нужное место. Вот так. Можете в дальнейшем упростить, разобрать этот 3D объект, Expand Appearance. И работать уже с Free Transform, допустим. Какие-то функции уже руками можете делать. Но никак не привязываем 3D объекты к перспективной сетке. Все искажается. Попробуйте. Очень хочется, чтобы вы работали на свои любые свободные темы, окна покажу, как сделала из обычных, значит, прямоугольной и полярной сеток. Ой, без привязки. Четверочка. Без привязки. Она очень сильно искажает. Вот так вот. Допустим. Ну, пусть будет такая заливка. Голубая с белой обводкой. И точно такая же прямоугольная сетка. С любым количеством сегментов. Все. Очень все просто. Все. Делается очень легко. Если хочется скопировать ради получения вот такой серой обводки, еще проще. Ctrl-C. Вы это копируете. Этому объекту задаете любую серую обводку, потолще. И из буфера обмена Ctrl-F вставляете скопированный объект на передний план. Просто Ctrl-C, Ctrl-F. F-front на передний план. Работайте. Субтитры создавал DimaTorzok